О, я ее задрал немножечко, но для того, чтобы в корыстных целях, разорвал вдоль, для того, чтобы показать простейший фокус. Маша, вы будете, пожалуйста, внимательны, вы не будете лежать, вы будете мне помогать. Маша, Маша, вот вы держите, пожалуйста, я же знаю, вы же не растеряша, держите эту, а вы держите Машу вот эту часть. О, отлично. Значит, для демонстрации простейшего фокуса нам понадобился вот драгоценный алмаз в моего сердца, вот такой вот лист газеты необязательной лимбературы. Раньше, когда я был молодым артистом, я покупал советскую культуру и драл ее, вот прям вот так вот, раздирал. Вот, теперь нет ни советского, ничего, и культуры, фактически нет. Значит, для того, чтобы... Лишние слова. И, я не ловлю, что я называю, это так. Лишеческое оккупление, волшебникамая, ребята. Значит, смотрите. Для того, чтобы показать простейшее чудо у елки-под елки или рядом с елкой, нам нужно, как я уже сказал, совсем необязательно литературка, мы сворачиваем в лурон, в лурон, в лурон, мы сворачиваем лист газеты, и каждый это может сделать. Друзья мои, уверяю вас, это простейший трюк, мой любимый, и вы его сразу же разучите вместе со мной и сможете демонстрировать. Значит, вы сворачиваете в трубочку лист газеты, оставляете чуть-чуть, буквально 12, 13, 14, 15, 16, не больше сантиметра. Вот так. В такой позиции держите перед зрителями. Можно вот так, можно вот так, можно вот так. Как угодно. Секрета никакого нету. А секрет вгручен. Держите вот эту часть. Все. Прискатим. Хоп! Молодец, Марк. Значит, смотрите. Дальше мы вот так вот прикладываем, присовокупляем второй лист. Смотрите, запоминайте, это очень важно. Если вы неправильно присовокупите, чуна не получится. Значит, дальше сворачиваем теперь уже два листика. В ноги оставляем чуть-чуть, буквально в сантиметрах 15. Дальше мы прикладываем третий. Ну, в принципе, достаточно три листика. Но если позволит мышечная масса. Проходите, пожалуйста. Проходите, проходите, проходите. Проходите, вот здесь, тут присядьте. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, что пришли. Дальше мы берем вот этот лист, последний у Маши лист газеты. И его присовокупляем. Значит, как я уже сказал, драгоценные алмазы моего сердца вполне достаточно трех. Но если мышечная масса позволяет, то есть если вы сегодня поели каши, борща с утра съели, то можно и четыре. Четыре листика. Я сегодня плотно позавтракал, поэтому позволяю себе эту роскошь. Взять четыре листика газеты «Литературка». Всем заловим. Проходим, проходим, пожалуйста. Так, вы не уходите. Мы без вас не сможем. Дальше важный момент. Только раноцентный алмаз мой сердце не прячьтесь. Не прячьте свои красивые глаза под этих солнечными очками. Дальше важный момент. Свернули. Все помнят? Теперь разрываем. Зачем нужна мышечная масса? Зачем? Для того, чтобы можно было легко и нежно разодрать эти листики газеты. Пополам и еще раз пополам. И у нас получаются с вами, друзья мои, вот такие вот лепестки. Эта газета с лепестками получилась. Вот так вот распрямили. Распрямили, распрямили, распрямили. Вот так. Вот. Показали всем. А вот тут-то начались чудеса, друзья мои. Мы должны вспомнить волшебные слова о вояках и оляках. Какие вы помните? Какие вы помните? Не знаю. Абра-кадавра. Кто еще какие-то знает? Сим-салабим. Ахалай-махалай. Иди, садитесь. Какие лясь-масяськи? О чем мы говорим? Ну, я такое позволяю себе, но очень редко и очень конкретной аудитории. Мерс-масясь. Помнит, Владимир? Значит, Сим-салабим. Ахалай-махалай. Абра-кадавра. Я к вам, адамая-кадавра. Произнесли. Легко и нежно эти волшебные слова. Потом берем вот за центр. Берем за центр один лепесток. Один лепесток. И тянем его вверх. Тянем его вверх. Вверх, вверх, вверх. Тянем вверх. И получается у нас такая волшебная елка. Пальма. Пальма первая.